В Москве есть дом, который называют страшным сном таксистов и курьеров. Драка в таком дворе становится целым гладиаторским поединком. А весной здесь плавный переход сезонов, как в сказке 12 месяцев. Ведь на северной стороне еще лежит снег, а на южной уже цветет мать и мачеха. Но об этом немного позже. Вы на канале о новостройках, меня зовут Роман Смоляков. Сегодня расскажу вам о круглом доме. Согласно городской легенде, дома круглой формы строились в Московской Олимпиаде 1980 года. И композиция из пяти таких домов должна была символизировать пять Олимпийских колец. Но если взглянуть на карту, то два построенных дома находятся слишком далеко друг от друга, чтобы композиция была заметной. На самом деле это был некий эксперимент. Попыткой уйти от надоевшей типовой застройки спальных районов шеренгами девятиэтажек. Проект Олимпийской деревни в форме этих колец реально существовал. Но его отвергли из-за экономических соображений и выбрали более дешевые разработки. Этот дом пользовался популярностью москвичей. Получить здесь квартиру считалось нереальной удачей. Еще бы, это что-то новое с точки зрения архитектуры. На Нижинской сотрудникам Совета экономической взаимопомощи, в том числе гражданам ГДР, Чехословакии, Югославии, здесь выдавались трехкомнатные квартиры. А только после выезда квартиру получали рядовые москвичи. Архитекторы пытались воссоздать старый советский двор, где все со всеми общались, дружили, гуляли. Также вся нужная инфраструктура была в доме на первом этаже. Аптеки, магазины, библиотека, сберкасса, почта. Да и сейчас здесь много что есть. Плюс, когда люди въехали в новый дом, то все жильцы были примерно одного возраста. У всех были дети. И вот что пишут сами жильцы о том времени. Нас было много, и мы все очень дружили. Наши родители тоже дружили. В добрососедских отношениях были. Мы все ходили в одну школу, так что знали друг друга очень хорошо. Наш двор был всегда чистым, ухоженным. Сколько дней, вечеров в ожидании возвращения родителей мы там проводили в подвижных играх. У нас была волейбольная площадка, теннисный стол, беседка, песочницы. Родители играли с нами, потому что тоже были молодыми. Скамейка у подъезда была излюбленным местом. Старух в том доме не было. Мужчины посадили дикий виноград, и он плелся до самой крыши балконами. Издалека очень красиво смотрелся наш подъезд. Мы называли беседку «Зеленый дворец». Мы ухаживали за цветниками и поливали виноград из шланга. Спорили за право побрызгать из шланга. Вокруг всего дома были небольшие садочки. Никто не рвал цветы. Зимой папы заливали нам каток. Не стояли во дворах машины. Было безопасно. У меня было счастливое, беззаботное детство. Эх, СССР! Поэтому у архитекторов отлично справилось задачей воссоздать дружный советский двор. Так если все так идеально, почему проект не стал типовым? Как мы знаем, все новое всегда более дорогое. Он хоть и строился из типовых панелей, но все равно это был индивидуальный проект со множеством доработок. А все индивидуальное очень дорогое. Так получилось, что хотели бюджетную доминанту, а получили что-то новое, очень дорогое в строительстве и обслуживании. Дом строили из типовых панелей серии 1-515-9М и делали максимально допустимый угол по нормам строительства 6 градусов, а для уплотнения добавили монолитные вставки. Правда, это очень сильно удлиняло сроки и удорожало строительство. А вот сам дом возводился поэтапно. В то время как в одной части уже были сданы квартиры и люди обживались, вторая часть кольца только возводилась. Ну и, конечно же, у этого эксперимента было очень много недостатков. Ну, во-первых, неэкономичное использование городской территории. На этой же площади можно было поставить намного больше квадратных домов, чем круглых. Ветер задувает в шесть таких арок и создает во дворе кольце сильные сквозняки. Плюс акустика тут такая, что если кто-то чихнет на балконе, слышать будет весь двор. Еще одна проблема домов-бубликах, в тех квартирах, у которых окна входят во двор, это вид. Потому что окна здесь расположены под небольшим углом друг на друга, и поэтому соседи отлично видят, что происходит у них в квартире. Квартиры, которые выходят на северную сторону и находятся на первом этаже, очень темные и сырые. Они получают мало солнечного света. А которые находятся на солнечной стороне, наоборот, погожие деньки сильно накаляются. Также жители жалуются на плохую вентиляцию, и в некоторых квартирах появилась плесень. Виновата в этом форма дома или неправильная эксплуатация, сказать тяжело. У гостей круглого дома часто возникают проблемы с поиском нужного подъезда и квартиры. Поэтому таксисты и курьеры этот дом недолюбливают. Все это привело к тому, что после окончания строительства дома на Довженко эксперимент был свернут. И, к сожалению, строительство оригинальных круглых домов не стало серийным. Но, несмотря на все слабые стороны проекта, исследователи архитектуры спустя полвека называют этот дом опередившим свое время и приводят параллели со штаб-квартирой Apple в Калифорнии. Во время заселения жители вообще не переживали, а только радовались. Во-первых, у тебя как минимум своя собственная квартира, и это уже хорошо. А во-вторых, ты живешь в необычном олимпийском доме, и только эта мысль вызывает гордость. Все вскрылось немного позже. Если при заселении квартиры казались обычными прямоугольными, то вот при поклейке обоев и покупке мебели непараллельность стен становилась целой проблемой, ведь они расходились примерно на 60-80 сантиметров. И это нужно было их либо выравнивать, либо покупать особую мебель. Некоторые жильцы впоследствии в квартирах начали делать особый закругленный дизайн. Но, к сожалению, это было не всем по карману. Квартиры здесь стандартной планировки и среднего размера. Однушка — 32 квадратных метра, вот с такой планировкой. Двушка — 45, вот с такой, а вот трешка — 58 и с такой планировкой. Кухни, к сожалению, тут маленькие, всего лишь 6 квадратных метров. Зато более высокие потолки — не 250, а 264 сантиметра. Из-за того, что рядом находится киностудия «Мосфильм», этот дом часто появлялся в фильмах. Например, во дворе дома снимали последнюю сцену фильма «Москва слезам не верит» — вот эту ночную панораму светящихся окон. В наше же время такие блогеры, как я, приезжают сюда рассказывать о истории этого дома. К слову, меня зовут Роман Смолюков, канал о новостройках. Пишите в комментариях, актуальна ли его архитектура в наше время и какие дома Москвы хотите увидеть в новых роликах. Конечно, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео.